Хочу поделиться с вами словом. Вы знаете, мы сегодня все пришли, чтобы услышать слово. Нам очень важно. Я вас прошу, вы выделили время быть в Доме Божьем. Постарайтесь не давать место дьяволу, чтобы он украл у вас это время. Постарайтесь всем сердцем своим, всем своим естеством прибыть в том, в чем вы сейчас находитесь. Постарайтесь не упустить слово, которое может принести исцеление в вашу жизнь. Постарайтесь помолиться, просто не упуская, знаете, саму молитву, саму суть того, что вы говорите Богу. Часто это с нами происходит, правда? Давайте признаемся в этом. Часто происходит, часто мы физически присутствуем в служении, но внутренность наша, разум наш где-то далеко от происходит тут. Так что я вас прошу, будьте внимательны, пожалуйста. Мы сегодня находимся в Доме Божьем. Мы не только в Доме Божьем. Мы находимся перед престолом самого Бога. Потому что мы молимся Ему. Мы превозносим молитвы. И я не знаю, я своих детей учу так, я учу в церкви так. Постарайтесь быть достаточно серьезными перед Богом. Нельзя молиться и улыбаться, или смеяться, вспоминая какой-то случай. Нельзя сидеть в Слово Божие и просто увлечься своими проблемами. Вы не вынесете ничего. Поэтому прежде, нежели я начну проповедовать, я хочу, чтобы мы свое сердце направили к тому, что мы слышим и что будет читаться. Мы сегодня прикоснемся к очень важным вещам. Знаете, хлебу к вину, как прикосновение к телу и крови. Это очень важно. Это жизненно важно. Я имел служение в воспоминании смерти Господней, когда люди после прикосновения тут же получали исцеление. Мне человека привели на служение под руку. У нее стало по дороге на служение сердечный приступ. Она сама болеет сердцем очень тяжело. И она практически, ну, падает уже на улице. Говорят, давай, может, назад, врача, что-нибудь. Она говорит, я пол дороги дошла. Мне осталось половина. Вы донесите меня бы туда. Просто донесите туда. И ее взяли за руки, знаете, и донесли туда. В селе, где я совершал это служение, в молитвенный дом. И когда мы совершили это служение? Знаете, Бог ее исцелил. Буквально после прикосновения. Бог ее исцелил. Она свидетельствовала. Она шла своими ногами обратно домой. Никто ее уже под руки не нес. И все было благословенно. Знаете, почему? Потому что человек верил и приложивал сердце к тому, в чем он пребывал. Писание говорит, чтобы мы любили Бога, как? Как? Всем сердцем своим. Поэтому приложите сердце. Приложите, пожалуйста. Есть вещи, которые в нашей жизни нам мешают. Есть вещи, я его называю дисфункциональность наша, личная, каждого из нас, которая рано или поздно будет кричать ваше лицо, что вы недостойны. Есть вещи в вашей жизни, которые рано или поздно придут к вам и будут вам громко в уши кричать. Ты не достоин ни читать. Ты не достоин ни молиться. С тебя вообще никакого толка нет. Закрой это все и иди домой. Зачем это все делать? Забудь это все. Закрой двери за собой. И закончили мы с духовной жизнью. Вы знаете, только наивный человек может подумать, что дьявол вводит его в грех или в поступок вплоть только ради того, чтобы он согрешил. Это очень наивно. Любой грех, сделанный нами, дьявол впоследствии использует для того, чтобы привести нас в еще худшее состояние. Но есть вещи, с которыми мы родились. Может кто-то не согласен, я вам это покажу по Писанию. Библия говорит, что каждый соблазняется или искушается, да, собственной похотью, увлекаясь за собственной похотью. Так что мы можем делать вид, что это может совсем не касается, это где-то в другом месте, но Библия не лжет, это истина. Библия говорит, что у каждого из вас есть своя похоть, индивидуально. Это лично ваше, вы с этим родились. Это пришло с вами в этот мир. Вы выросли когда-то, когда вы были в мире. Это было где-то, может, достоинством, когда мы грешили. Но сегодня, когда мы стремимся к святости, это нам мешает. Эта дисфункциональность наша приходит и говорит, ты не способен, ты не можешь быть. Оставь все. Я сегодня хочу проповедовать вам проповедь на тему «Держись, Бога, невзирая на видимые преграды». Просто держись, Бога, за любые обстоятельства. И Бог своей благодатью не обойдет тебя. Давайте все вместе обратимся ко Слову Божьему. Диание 8 глава, я буду читать с 26 стиха. Вам, может быть, первый взгляд покаяться, что это не имеет никакого отношения. Но выводы сделаем в конце. Тут описывается одна история, которую я прочитаю вам. А Филиппу ангел Господень сказал, встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в газу на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин Евнух, вельможа Кандакии, царица Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к всей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает, пророк Исаия сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. А вместо из Писания, которое он читал, было сие, как овца веден был он на заклане, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзает у своих. В уничижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо вземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои, иначе в от всего Писания благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха, а Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. Давайте обратимся к этому тексту, и сделаем несколько важных выводов. Только на первый взгляд, кажется, что ничего такого особенного мы не можем найти. Но, я надеюсь, Бог поможет сегодня нам увидеть нечто важное для нас, каждый для себя. Кто такой Евнух, вы знаете? В одной церкви я проповедовал эту проповедь, и ко мне пришла записка такая, и спрашивали, откуда ты это взял? Я говорю с Библии. Кто такой Евнух? Я вам расскажу, кто такой Евнух. И почему так ценно то, что Евнух ехал на поклонение в Иерусалим, что Евнух читал Библию, и что Бог не обошел Евнуха. Я вам скажу, кто это Евнух. Евнух это были люди, мужчины, которые представляли в царских дворах, как служащие, которых кастрировали буквально. Их лишили возможности иметь детей и все остальное. Почему? Потому что Евнухи в основном ухаживали в царском дворе и служили за женами царя, и он не должен был иметь возможность прикоснуться к ним. Вы с Библии знаете об этом, что Евнухи были, и в много раз они встречаются. Но откуда я это взял? С Библии. В Исаии 56 главе, в 3 стихе, об этом написано. Да не говорит сын инопленника, присоединяйся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа. И да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Вот я сухое дерево. Речь идет о человеке, который, Христос говорил такие слова, скопцы. Есть три вида скопцов, которые родились скопцами, которые не имели возможности продолжать свой род, так как они такими родились. Есть, которые сделаны скопцами от человеков, это речь идет о Евнухах. Есть, которые сделали скопцами родить царство Божие. Речь не идет, что их буквально, знаете, они себя просто привели в так жертву, они просто это люди, которые никогда не женились, остались в таком состоянии, одни и служили Богу до конца. Евнух, это был человек, который, о котором мы сейчас считаем, который, во-первых, был инопленником. Он был у царицы Ефиопской, да, Ефиоплянином он был, то есть это темнокожий человек, каждый из вас понимает. У Евнуха, как минимум, было три причины не держаться Бога. Он был иноплеменник, он не еврей, он вообще чернокожий человек. А теперь посмотрите, что же так важно для Евнуха в Таразаконе 23.1. У кого раздавлены ядры или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне. Он не имеет права на основании Библии, он не имеет права войти. Вас не удивляет Евнух, который читает Писание, знает, что он не имеет права, но он едет на поклонение? Вам это ничего не говорит? Он иноплеменник, но он едет на поклонение. Он читает Библию, он ничего не понимает, но он ее читает. Он сказал такие слова, если кто не изъяснит, как мне разуметь его? Как мне понимать? Я не понимаю, но я читаю. Есть вещи, есть глубина, которая может вас оторвать от Бога. Вы еще не до конца часто знаете, на что вы способны или на что не способны. Есть вещи, есть обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь, и они открывают, кто мы есть на самом деле. Апостол Павел говорит, он за себя тогда говорил и от тех, кому он написал. Я хочу сказать, что нам нужно сначала это пережить, потом мы можем сказать. Павел говорил, я уверен, что нас ничего не отлучит от Христа. Убедитесь в своей жизни, что нет таких обстоятельств, которые не могут вас отлучить от Христа. Вы скажете, это невозможно? Что такое? Он сказал, глубина, высота, ширина, смерть, гонение, скорбь, теснота. Перечислите эти обстоятельства и скажите, они пришли в мою жизнь, но несмотря ни на что я держусь его. Несмотря ни на что, вся моя проблема, вся моя дисфункциональность, которая кричит мне в лицо, что ты евнух, ты неспособный человек, но я держусь его. Я еду на поклонение, зная, что я иноплеменник, притом евнух, еще читаю и ничего не понимаю, но я держусь поклонение. Просто держись поклонение, даже если ты не понимаешь, что с тобой происходит. Просто держись его, даже если ты не понимаешь, почему ты эту гиену проходишь сегодня. Просто держись его. Потому что нет другой опоры, которая бы выдержала тебя со своими проблемами. Есть времена, когда самые близкие могут предать тебя. Библия говорит, что Христос сказал, придет время, что даже брат будет брата предавать. Библия говорит, что даже если мать оставит, Господь говорит, я не оставлю. Это самые святые отношения между людьми, мать и дети. Но сегодня мы видим, как матеря детей кидают в мусорки, сдают, продают. Что хочет сегодня они творят. Мораль исчезла у людей. Вообще, Бог говорит, если даже самые близкие, помни, я единственный опор, на который ты можешь упираться. Поэтому я хочу, чтобы сегодня мы еще будем молиться. Мы еще, я уверен, что есть люди, которые в своей жизни, вы дошли до такого состояния, когда вы сказали, Боже, я больше не могу. Не говорите, что этого нет, потому что я не поверю. У меня в жизни был момент, когда я сказал, Боже, я не могу. Я закрываю эти двери и не хочу больше ничего знать. Не хочу. Я ждал, что ты придешь, ты не пришел. Я не могу, Господи. Я не знаю, может кто-то может нам больше религиознее, нежели я. Я иногда могу себе, как своему отцу, это сказать. И бывают ситуации, когда я говорю, Боже, не хватает веры. Я смотрю на это все, у меня на глазах валится, я не могу это пройти. Что-нибудь сделай. Просто скажи хоть мне слово, дай мне полуслова, две буквы, чтобы я мог пройти, но только из уст твоих. Но есть времена, когда вы растете духовно, Бог приведет вас в такое место, где Он будет молчать. Вы будете кричать, как Давид говорит, вопию днем, вопию ночью, Господи, но ты не слышишь меня, Господь. Ты не даешь ответа, Боже, я изнемогаю. Я не знаю, вы пережили такое. Я пережил такое. Я говорил Богу, Господь, я изнемогаю, я падаю, Боже. Дай хоть полуслова, чтобы я пережил этот кризис. Просто две буквы из твоих уст, чтобы я мог пройти это. Но пришло время, когда Бог привел в определенное время искушение и испытание, и Бог молчит. Я говорю, Господь, почему? Боже, когда? Тьма, не знаешь, куда ногу поставить. Боже, когда и почему? Вы знаете, меня удивил ответ Бога. Он сказал, я настолько, я настолько довел тебя до такого состояния, что ты, находясь в этой ситуации, даже если нет моего голоса, ты настолько должен мне знать хорошо, чтобы ты всегда знал, что я всегда с тобою. Знаете, мы часто ищем знамения и так дальше, и всего остального, но есть ситуации, когда Бог приводит нас туда, чтобы испытать, будем ли мы держаться Его. Или есть какие-то вещи в нашей жизни, которые могут нас отдалить от Бога. Вы скажете, невозможно. Я вам приведу, я вам приведу несколько примеров. Апостол Павел перечисляет, он говорит, например, глубина не отлучит нас. Глубина нас не отлучит. Я знаю 70 учеников, которых глубина отлучила. И вы знаете о них. Только что брат читал о том, что вернулись 70 и радовались. Но если мы дальше поисследуем Писание, Иоанна в 6 главе, Христос скажет такие слова, кто не ест плоти моей и не пьет крови моей, тот не может иметь в себе жизни. И они ушли. Они сказали, мы не можем такое слушать. Мы не можем такое слушать. Это невозможно. Это не входит ни в какие двери. И вы знаете, я себе представляю у пастора, у которого было 82 ученика в церкви, и 70 ушло. Наверное, нужно было повернуться и сказать 12. Ну, пожалуйста. Хоть вы не покидайте меня. Я бы, наверное, сделал так. Я говорю искренне. Без лукавства. Я не хочу раздувать из себя супердуховного человека. Я бы сказал, слушайте, ну, хоть вы не оставьте меня. Побудьте со мной хоть. Вы посмотрите, как меня предали. Он обернулся и сказал, а вы не хотите? Вы не хотите уйти? Вы думаете, апостолы много понимали? Вы думаете, апостолы понимали больше, чем остальной народ? Вот, я вам по Писанию покажу, что это нет. Он рассказывает притчу. Никто ничего не понял. Он никому ничего не объяснил. Но когда они вошли в дом, апостолы говорят, объясни нам. Мы точно так ничего не поняли, как те. Говорит, вам дано знать. Вы представляете, 3,5 года служения. В конце Христос им говорит, я сошел от Отца и иду к Отцу. Апостолы оборачиваются и говорят, мы теперь веруем. Христос говорит, вы только теперь веруете. 3,5 года вы только теперь веруете. Так что, то, что сказали 12 учеников, это было немаловажно. Они вообще ничего не понимали. Для евреев это мерзость есть плоть и пить кровь. Они были с детства научены. И это вообще ни в какое иудейское богословие не входило, то, что говорил Христос. Но эти люди сказали фразу, которая удивляет до сих пор. И это позиция человека, которая глубина, не может отдалить. Они сказали все глаголы вечной жизни в тебе. Куда нам идти? Слушайте, я ничего не понимаю. Со мной происходят вещи, которые могут отторгнуть меня от Бога. Потому что они непосильны иногда, мне кажется. Но апостолы сказали, хоть и мы ничего не понимаем. Хоть это вообще противоречит к тому, к чему мы научены с детства. И наши отцы научены. И наше Писание об этом говорит. Но мы понимаем только одно. Все глаголы вечной жизни в тебе. Мы не можем никуда идти. Просто держитесь поклонения, когда ваша проблема, ваш порог, ваш запинающий грех вам в лицо кричит и говорит, не делай этого. Не поклоняйся Богу. Ты евнух. Ты человек неспособный. Ты посмотри, что говорит Писание. Ты не имеешь права войти в число народа Божьего. Чего ж ты стараешься так? С кем это происходило? Есть тут люди, с кому это приходило? Кого так дьявол искушал сильно? Вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Есть время, когда твоя депрессия будет загонять тебя в такой угол, когда и пятого кута будет мало, если ты его нашел. Но я хочу, чтобы, например, евнуха, мы сегодня увидели очень важную вещь. Просто держись Бога. Ты не можешь ничего ощутить. Ты ставишь ногу, и ты не знаешь, твой шаг правильный и неправильный. У тебя просто тьма, ты не знаешь, что делать. Все твои пороки и недостатки тебе в лицо говорят. Не иди в церковь. Ты просто евнух. Ты неспособный человек. Перестань молиться Богу. Перестань служить Ему. Потому что ты неспособный человек. Ты порочный вообще, по сути. Оставь это все. Просто держись Бога. Просто не переставай поклоняться Ему. Потому что благодать Божия никогда не может обойти такого человека. Вы представляете, Филипп приходит в Самарию. Я думаю, если бы Филипп был в наше время, ну не знаю, наверное, стояла бы очередь, чтобы его пригласить. Каждый бы пастырь и каждая церковь была бы очень сильно рада пригласить Филиппа в свою церковь. Представьте себе, чтобы пришел проповедник в город Винницу. И вся Винница от его проповеди покаялась. Я думаю, по всей Украине его, знаете, если не по всему миру, насколько мощна была проповедь. Но представляете себе, после такого мощной проповеди, Бог ему берет его и отправляет ради спасения одного. Но какого? В человеческой точке зрения и в его глазах никакого. Вообще по всем параметрам человека, который не может войти в Царство Божие. Но Бог не может пройти мимо человека, который, невзирая ни на что, держится его. Невзирая ни на что. Вы знаете, иногда мы говорим о скорби. Иногда чуть заболит, это уже скорбь. Я знаю человека, у меня в церкви есть одна сестра. Ей уже 80 лет. 70 лет практически она инвалид. 70 лет. С детства ее искалечили, она на руках ходит. 65, а то и больше лет она в Господе. Я знаю ее скорби, потому что я знаю, что такое болит позвоночник. И я ее спросил. Я знаю, что такое болит? Я не раз жаловался Богу о том, что у меня болит. Я ее спросил, сестра Саша, скажите, пожалуйста, вы хоть раз в жизни? Это с ней случилось, когда ей было 10 лет. Ей сделали операцию во время войны. Тогда врачи и хирурги, вы сами понимаете, никакие были и искалечили ее полностью. Вы хоть раз Богу спросили, зачем? Почему это со мной произошло? Она говорит, никогда. Никогда. Это человек, образец примера благодарности Богу. Я вам хочу сказать, можно увидеть великих проповедников, мощных проповедей, но очень мало вы найдете людей, которые в таких скорбях не ропщут, но всегда благодарят Бога. Это для меня пример. Я пастырь церкви, она для меня есть пример поведения. Я беру пример от нее, я смотрю на нее, она прожила жизнь, ей 80 лет. 70 из них на руках, она копала, белила, стирала, все, всю свою жизнь на руках табуреткой носила себя. 30 лет готовила к смерти и ни разу в жизни Богу не сказала, почему, Господи. Она говорит, Господь, я благодарю Тебя за все. Знаете, есть вещи, которые очень важны. Мы будем молиться, прежде нежели мы приступим к второй части служения, мы будем молиться. Я точно знаю, что есть люди, которые доходили в своей жизни до состояния, когда вы говорили просто, Боже, я закрою эти двери, мне больше не надо ничего, я не могу просто. Я хочу, чтобы это слово сегодня прикоснулось к вашим сердцам, и вы увидели вот эту важность момента, когда невзирая ни на что ты держишься Бога, Бог не может обойти тебя. Он обязательно, Он обязательно придет к тебе. Я хочу привести несколько примеров, чтобы никто не думал, то, что я сказал, Исайя 56, главе 3 стиха. Есть обетование для евнухов и иноплеменников, что они будут среди народа Божьего, но там сказано, когда это будет. Он говорит, когда дом мой наречется домом молитвы, тогда у них будет место. Речь идет о Христе, о ком он читал, посредством которого евнух имеет право выйти в народ Божий. Спасенный, искупленный, очищенный. Но он ехал не в то время. Он не знал об этом. Он ехал поклоняться, принести жертвоприношение и поклоняться по старозаветным обрядам. Но этот человек держался Бога. И Бог сказал, я не могу его обойти. Я возьму своего великого служителя, через которого я привел весь город к покаянию. Я приведу его в пустынную дорогу, там вообще никого нет. Но я спасу этого человека на том месте, потому что этот человек, невзирая ни на что, держится меня. Просто испытайте себя, что может вас отодвинуть от Бога. В чем вы можете умереть и охладеть по отношению к Богу? Я вам сегодня хочу сказать, сегодня, сегодня есть время, когда Писание говорит, по умножению беззакония во многих охладеет любовь. Прочитайте пророков, когда Агей говорит, когда взорвавили Иисус, вернулись, и они начали восстанавливать храм. И дошло время, когда эти люди подустали, они сказали, они знаете, что решили? Они нашли очень быстрый выход. Мы сегодня тоже его нашли. Эту дорогу мы тоже сегодня нашли. Они сказали, не время строить дом Богу. Не время. Просто перестаньте это делать. Это тяжело. Перестаньте это делать. Вы знаете, что сказал через пророка? Бог сказал, а вам время? Вам время? А мне не время? Вам время жить в ваших домах, украшенных. А дом мой должен находиться в таком запустении? Брат или сестра, приди на служение, делай то-то и другое, у меня работа. Я иногда бывает, членами церкви общаюсь, говорю, почему у вас нет на служении? Говорит, я работаю. Говорит, ты так говоришь, работаю, как будто я безработный. Я тоже работаю. Но я прихожу на служение. У меня дома есть. У меня тоже дома есть. Это время охлаждения. Поверьте, нам только кажется, но самая простая суета может отдалить нас от Бога. Просто испытайте себя. Есть вещи, которые вас приведут в такое состояние, когда вы уже забыли. Я хочу даже сказать, кто из вас помнит последний раз, когда он был исполнен Духом Святым? Мало быть крещенным, поверьте, нужно быть исполненным Духом. Мало просто говорить на языках, нужно знать Его голос. Мало служения внешнего двора. Этого недостаточно, потому что голос Духа Святого звучит в святое святых. И Христос сказал, что Он не ищет поклонников с внешнего двора. Он сказал, что Отец ищет поклонников поклонников истине, и в Духе. Так что твоя молитва должна коснуться твоего Духа, чтобы Бог засчитал ее молитвой. Твое служение и пребывание тут должно коснуться твоего Духа. Поэтому Писание говорит, что слово услышанное не принесло плода. Почему? Потому что вера не была растворена. Почему? Потому что это всего лишь внешний двор. То есть с одного уха и в другое вылетело. Это не вошло в святое святых. Это не прибыло в Дух Твой, чтобы дать плод, пребывающий вечно. Так что мы можем делать вид, что все хорошо, но не всегда это так. Посмотрите, что может отлучить, какие обстоятельства приходят в вашу жизнь, когда вы перестаете поклоняться Богу. Когда вы закрываете дверь и говорите, с меня достаточно, я больше не буду. Вы делаете это по-разному. Это не означает, что вы перестали ходить на служение. Это означает, что вам абсолютно параллельно. Вы иногда можете сидеть, но вам все равно, что тут творится. Писание говорит, проклят, Еремия, 48 глава, всякие, делающие, делая Господня, как? Небрежно. А как небрежно? А как не будь? Вот это небрежно. А не прилагая сердце. Вот это небрежно. Так что ты не можешь молиться, и при том, не прилагая к тому сердце, считать, что ты поклоняешься. Обратите внимание, как мы поем иногда псалмы. Мы просто их поем, потому что нужно петь. Каждое слово должно коснуться твоего духа, чтобы ты осознал, что ты поешь. Не важно, как ты поешь, важно, что ты поешь. Один брат пришел в одну церковь в сельской местности. Там всего пару старушек. То чуют на одно ухо, то на два ны чуют. Знаете, и такая обстановка, старенькие люди. И они начали петь псалом. И каждый в свою сторону. Брат был молодой, без опыта. И он начал на них сердиться. Говорит, что ж это вы поете тут? У нас в городе по-другому поют? Что это вы испортили псалом? И приехал домой. И был он на одном служении. Естественно, старушки огорчились, что брат их обличил. Но они пели, как могли, но от всего сердца. Они понимали, что они пели, хоть и они нескладно пели. И когда он встал на молитву, Господь подвел к нему пророка и сказал ему такие слова, «Сын мой, зачем? Зачем ты нарушил хор мой? Кто тебе дал право вмешаться в то, что эти люди пели мне?» Никто об этом не знал. Знал он, и Бог знал. И Бог знал, как его вразумить. И он свидетельствовал и говорил об этом. Я хочу сказать, не важно, как вы поете, насколько это складно и красиво звучит. Важно, чтобы вы осознали, о чем вы поете. А у нас сегодня все перевернулось вверх ногами. Мы, в принципе, красиво поем, но не всегда осознаем, о чем мы поем. И вы считаете, что это держаться Бога? Это держаться поклонением. Поверьте, Евнуху многое стоило, чтобы прийти и поклониться. Это приличная была дорога. Самолеты не летали и так дальше. Это колесницей труситься по разным дорогам, пустынным местам и разноскладными дорогами. Но добраться, чтобы поклониться, невзирая, что все говорит, перестань это делать. Просто перестань это делать. Вы знаете, самое большое оружие, что сегодня против народа Божьего. И чего дьявол в принципе давился. Я хочу, чтобы сегодня это слово разрушило, этот типаж в нас. Самое большое, что мы есть. Самая большая проблема, что мы есть физически, но не присутствуем духом. Что мы молимся умом, но дух не касается. Мы поем умом, дух не касается, мы не осознаем. Мы сидим физически, он добился этого. Не надо, ты даже можешь быть. Но ты выйдешь через два часа. Брат спросил у сестры, как было служение? Говорит, очень хорошо. А что проповедовал проповедник? Она говорит, я не знаю, но только я когда посмотрел, все радовались. Через два часа, когда вы выйдете за эти двери, если вы хотите узнать, что вы вынесли, просто спросите себя. Просто скажите, о чем я пел? И о чем? О чем я молился? В чем я вообще прелился? Два часа в жизни? И мы иногда считаем это поклонением. Нет! Мы считаем, что мы помолились, потому что отчитались. Я вам приведу пример со своей жизни. Я, в принципе, не боюсь мнения людей. Это меня не страшит, и я могу быть самокритичным, если это поможет вам. У меня недавно в церкви была жатва в селе. Людей мало. И я решил, принял такое решение, как служитель. Я сказал, знаете что? Мы жатву сделаем вот как. Свиньица приедет, человек пять, и мы на месте. Финансов у нас не достает. Сил уже нет. Люди в возрасте уже. Это ж надо готовить. У меня там были жатвы по 80 человек. Столы накрывали. Но уже нет этой силы. Церкви осталось. Половина многое вымерли. Часть выехала. Молодежь в селе не может найти работу. Я сказал, мы сделаем так. У меня в привычке нет такого. Я всегда, все что делал, я старался всегда от всего сердца делать. Но на этот раз я попал в такую ловушку, сделать обоотчитаться. Во всех церквях проходит жатва. Благодарственная молитва за собранный урожай. Все это делают. Но и я должен это делать. И когда я приехал туда, я вам хочу сказать, Бог сказал, что это мне не нравится. Как я к этому отнесся? Жатва, по сути, это благодарственное служение Богу. И мы приехали. Мы приехали с Винницы, рассчитывая на малое количество людей. И вы знаете, поставили эти столы, на улице служение проходит, все, я сел. Я смотрю, откуда идут люди. Идут, идут, один за другим, неверующие, верующие, с других служений. Думаю, Боже, где же они взялись? Мы же никого не приглашали. Бог просто мне сказал, сядь. Ты не предложил к тому сердцу. Я устрою себе праздник жатвы. Я устрою себе праздник служения благодарности, если ты не захотел приложить к тому сердце. Я просто сидел и каялся. Я говорю, Господь, Боже, как я мог, Господи? Я благодарю Бога, потому что Он меня вразумил. Написано, блажен человек. Я блаженный, потому что Он меня вразумил. Я сказал, Боже, больше я так не сделаю. Если даже это будет мало, но я больше не сделаю, а бы отчитаться. Я хочу, чтобы это было сердце приложено. Просто я сидел, и Бог меня вразумлял. Если бы у тебя были деньги, и ты делал день рождения, как бы ты это сделал? Ответьте себе на этот вопрос. Вы бы не отчитались, вы бы пригласили самых дорогих друзей своих. Сдели это все. У вас есть возможность. Я не говорю, когда вы копейки считаете. У вас есть столько, что вы можете сто человек покормить. Я знаю, люди всю церковь приглашают на день рождения, когда есть возможность. Юбилей. Вот выходит и говорит, всю церковь приглашаю, и открывает столы. Есть возможность. Делает человек. А как мы делаем дело Божие? А в осень, в осень как-нибудь? Бог говорит, мне это не нравится. Ты думаешь, что ты поклоняешься? Я не принимаю это поклонение. Нет сердца твоего там. Ты хочешь, чтобы благодать не обошла тебя? Не прилагай к тому сердце. Ты думаешь, что ты держишься Бога? Ты просто открыл Библию, прочитал две строчки, что-то не лезет, ты его закрыл и поставил. И в следующий раз, ты уже не помнишь, когда ты его откроешь, и ты думаешь, что ты пребываешь в Слове? Вот что, друзья? Я хочу, чтобы этот, знаете, был такой трезвон сегодня для каждого из нас. Мы приходим, мы входим в какие-то проблемы, и мы говорим, Боже, приходи, Господи, делай. Но мы забываем, что мы не держались, и сейчас даже не держимся Его. Мы молимся как-нибудь. Нет святое святых, вхождение, это просто, это просто, знаете, суета во внешнего двора, вашей плоти. Максимум, это может дойти до святых, это ваши души, ваши эмоции. Но не коснуться Духа, и не быть растворенным. Я хочу вот что сказать. Христос, никогда Бог не обходит людей, которые держатся Его. Благодать Божия, всегда, помазание Божие, всегда покрывает людей, и приходит к ним, к тем, которые держатся Бога, в любых обстоятельствах. Иоанна 5 глава, с 1 по 9 стихи. Я читать не буду, вы можете, или может пока это на экране, но я хочу вам сказать, тут рассказывается о случае, когда человек 38 лет, слышите? 38 лет лежит в купальне, где ангел сходит, мешает воду, и кто первым прикоснется, тот исцеляется. Вас не удивило, что Христос его не обошел? В доме милосердия ни одного милосердного за 38 лет никто не подвел. Я хочу вам сказать, мы иногда ожидаем от людей милости, даже от самых хороших. Ошибка. Ошибка. Если это так, хорошо, но есть только Бог, который всегда, слышите, Он верен всегда. У Него нету периода верности и неверности. Он верный зимой и летом. когда ты работаешь и спишь, Он остается верным. Когда ты падаешь, и когда ты герой стоишь и даже делаешь шаги веры, Он все равно верный и милостивый. И за 38 лет в доме милосердия ни одного милосердного, чтобы подвести эту бедолаву к этой воде. Вы услышали, что Он сказал? Он сказал, Господи, я не имею никого. Слышите? Иерусалим полный народа, ходящих поклоняться к Богу. Полный народа возле этой купальни. За 38 лет Он говорит, я не имею никого. Вы знаете, почему Бог его не обошел? Там был Божий источник. Он не разочаровался. За 38 лет Он все-таки ожидал, что от Бога придет для Него что-то. Через сколько вы готовы выкинуть все и уйти, если на вашу молитву нет ответа, которого вы так хотели? Через сколько вы можете сказать, просто прийти в разочарование и сказать, Боже, я перестаю верить? Через сколько вы можете сказать, как Ассав, посмотреть на своего неверующего соседа и как шикарно он живет и сказать, Господи, я почему-то не понимаю, почему то, что случается с праведниками достойно неправедных у тех наоборот? Почему, Боже, что может толкнуть вас к тому? Испытайте свои силы. Просто посмотрите пример людей, которые, невзирая ни на что, они держались Бога. А вакуум третьей главе говорит, даже если все, что он там перечисляет, это все пропитание еврея. И он говорит, даже если этого не произойдет, скота не станет, смоковница не даст плода. Что он говорит? Он говорит, я все равно. Слышите? Я все равно буду держаться Бога. Я все равно буду поклоняться Ему. Я все равно буду петь Ему. Знаете, почему? Дальше стихи. Он говорит, потому что Господь сила моя. И он возведет меня на высоты мои. Знаете ли вы, что у вас в жизни есть высоты, куда Бог собирается вас вести? Но просто держитесь его, невзирая ни на что. Просто держитесь. Я хочу сказать, что у Евнухов, у людей, которые неспособны, у людей, которые сегодня депрессия, кричит в лицо, что у тебя нет шансов, у нас есть возможность через Христа. У нас есть возможность через Христа. Ни один человек не может хвалиться собою. Не слушайте никого, если вы слышите хвалебная песня о себе. Ни один не может хвалиться собою, потому что Писание говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Но что произошло? Было время, когда Бог выгнал человека из рая, он сказал, вывел их оттуда, потому что они согрешили. Но на Голговском кресте, когда грешник ни крещения не принял, ни духом не крестился, ни даже молитву покаяния этот человек не произвел, он просто признал Христа Господом, он сказал, Господи, просто вспомни меня в Царстве Твоем. Когда-то Бог их вывел оттуда, но Христов в тот момент сказал, сегодня же будешь со Мною в раю. Знаете, мы думаем, что все произошло может быть иногда, потому что мы не видим в этих символах смысл, но кое-что я хочу вам сказать, когда воин проколол ребро Христа проверяя. Вы не знаете, почему ребро? Почему ребро? Почему не другое место? Сестры, для вас хорошая новость. Женщина это наисовершеннейшее творение Бога. Будьте внимательны, это единственное творение создано живого организма, все из земли, но только она была взята, откуда? И почему тогда прокололи ребро Христа? Он должен был искупить себе невесту. Он должен был искупить себе невесту по этому ребро. У Адама была жена, у Христа есть невеста и будет женой. Церковь это было искупление и свидетельством по этому ребро. Поэтому благодаря этому сегодня евнухи имеют возможность быть там. Благодаря этому сегодня люди, у которых я хочу сказать, благодать это возможность спасти. я не хочу сегодня дать кому-то надежду, что благодатью можно пренебречь. Нет, благодатью можно лишиться. Есть учение, которое говорит, благодать навечно. Я сегодня хочу таким людям сказать, вы ошиблись, не обманывайтесь, братья. Благодать не вечно, вы можете утерять. Брат только что перед служением читал о том, что радуйтесь тому, что ваши имена написаны в книге жизни. Есть учение, которое говорит, нельзя, если уже ты написан там, это навечно, я вам хочу сказать, не обманывайтесь, это обман. Я вам процитирую Писание. В Откровении написано, Христос сказал, и не изглажу имя из книги жизни. Если не изглажу, это означает, есть возможность быть изглаженным. Так что не расслабляйтесь. Благодать это возможность быть спасенным, но не повод грешить. Но благодать это возможность, чтобы мы вошли в него, Писание нам говорит, что так как дети имеют причастие к плоти и крови, то и он принял онных, то есть этих же детей. Мы сегодня будем участвовать в этом служении. Каждый из нас в свое время был иноплеменником чужим Богу. Каждый из нас в свое время был евнухом, до сих пор остается со своими пороками и недостатками, которые часто подводят нас к падению. Каждый из нас пребывает даже в слове, часто не понимает, если бы вы знали сколько у меня к Богу вопросов. Если бы вы знали, мне однажды одна всегда сказала, у меня только один вопрос, я не понимаю, насколько ты счастливая. Если бы ты знала сколько у меня их, и я не имею ответов, глубоких вещей, я о них даже не каждому могу рассказать, потому что люди могут противопадения, они не понимают, я сам в них копаюсь, я сам о них уже месяцами даже есть вещи, которые больше, чем месяца я молюсь. Нет, недоступно, не дано, но это не означает, что я оставлю его. друзья, перед тем, как приступить к служению, я призываю к молитве. Если есть люди, если вы в своей жизни дошли до такого момента, когда вы находитесь в разочаровании, просто испытывайте себя, мы участвуем, не рассуждая о теле. Вы часть этого тела, вы должны рассуждать об этом теле. Что вы сделали, чтобы это тело было здорово, и не по вашей ли вине это тело страдает, потому что написано, если один член болит, то все тело страдает. Вот о чем идет речь, когда говорится, рассуждая о теле. Но если вы находились в таком состоянии за это время, когда вы дошли до состояния, сказали, с меня хватит, я больше не могу. Когда вы, может, и молились, но ваше сердце не было там. Может, вы и читали, может быть, и пребывали, но ваше сердце не было там. Может, у вас есть другие какие-то преграды, которые вам сегодня мешают. Я хочу, чтобы у нас была возможность помолиться и покаяться перед Богом. Я верю в то, и так учит Писание, что если мы имеем общение между друг другом, а мы сегодня как раз собрались на общение, и исповедуем грехи свои, я в двух словах объясню, что такое исповедовать грех. Исповедовать грех это означает в библейском смысле этого понимания признать грех, назвать его своим именем и осудить себя. Это не просто Господи, я каюсь, ты прости меня, потому что я там то и то сделал. Это то, когда вы говорите Господь, я сужу себя. Я сужу себя, я поступил недостойно призвания. Вы должны судить себя, если вы хотите получить прощение. Потому что Библия говорит, если Бог наказывает нас, чтобы мы не были осуждены с миром с ним, чтобы не дойти до этого наказания, у нас есть возможность исповеда, называть грех своим именем и осудить себя в том, что мы сделали, то Библия нам говорит, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистит нас от всякого. Слышите? Нет ничего, чтобы эта кровь не могла смыть. Есть единственный грех, это хула на Духа Святого, который не простится человеком ни в всем, ни в будущем. Если этот человек сделал сознательно, он понимал, что он делает. Поэтому давайте все вместе станем, друзья, и будем молиться, исповедаясь перед Богом, прося Его помочь нам, невзирая ни на что, все-таки держаться. держаться.